Привет! В этом видео я расскажу про культуру Ли Юэ. Но сначала подпишись на мой канал и после этого видео посмотри другие видео. У меня есть еще видео про историю Ли Юэ. Подсказка появится вот сейчас. Спасибо за внимание. Теперь продолжим о культуре Ли Юэ. Начнем с жизни в Ли Юэ. Сельское хозяйство. По сравнению с пышными равнинами Манштадта, каменистая и горная местность Ли Юэ менее подходит для сельского хозяйства. Тем не менее, в таких местах, как деревня Ценце, удалось построить террасные рисовые поля, урожаи которых, которые затем можно отправить в гавань Ли Юэ для продажи. Деревья закатника можно найти в Ли Юэ. Более 3000 лет назад равнины Гуй-Ли и прилегающие к ним районы были плодородными. И одна из них правительниц, Гуй-Джунь, привела свой народ к тому, чтобы сделать сельское хозяйство своим средством к существованию. Однако, во время войны Архонтов местность была разрушена до такой степени, что даже в наше время земля так и не восстановилась полностью. Хотя некоторым деревьям и травам удалось вырасти, земля практически непригодна для проживания людей. Архитектура Архитектура в Ли Юэ напоминает стиль древней китайской архитектуры с похожими цветочными схемами и намеками, такими как свесы крыши многих зданий и теплая цветовая палитра. В кабинете мебель должна быть размещена в определенном месте и под определенным углом. По-видимому, существует три школы мыслей и девять областей специализации по этому вопросу. Кухня У кухни стиля Ли Юэ есть два основных кулинарных стиля. Стиль Ли, в котором основное внимание уделяется смелым, богатым вкусом и использованием ингредиентов, собранных в горах. И стиль Ли Юэ, в котором предпочтение отдается морепродуктам с более легким вкусом. Эти два стиля имеют долгую историю в Ли Юэ и столь же долго находятся в ожесточенном соперничестве. Поконники одного стиля часто сталкиваются с поклонниками другого. В гавани Ли Юэ находится ресторан Глазурный павильон и шатер Син Юэ, которые являются самыми уважаемыми ресторанами в своем стиле. Оба ресторана расположены в торговом районе города Фэйюн. Гора Тигра, которая является относительно бедной частью города, больше ориентирована на уличную еду, но имеет несколько собственных многообещающих ресторанов, таких как ресторан Ван Мин. Образование Похоже, что образование в Ли Юэ во многом зависит от богатства и социального положения человека. Рэй Нью и Лан происходят из низших слоев общества. Первая не способна интерпретировать простые рисунки, а вторая заявляет, что она неграмотна и оставляет все дела Кэтрин, несмотря на то, что она является мастером гильдии. Подразумевается, что репетиторы пользуются большим спросом в более богатых семьях. Син Цю и его брат или сестра особенно хорошо образованы из-за богатства и положения их семьи. Помимо общего образования, некоторые люди присоединяются к кланам для обучения боевых искусств. Одним из наиболее известных кланов является клан Гухуа. Музыка В саундтреках к Ли Юэ много струнных инструментов и ударных. Музыка обычно имеет высокие чистые ноты и используются классические китайские инструменты, такие как Эрху, Гучжэн и Дизэ. Дизайн, мотивы и символы. Начнем с символа Гео Архонта. На ряду с символом Гео, который естественно представляет Гео Архонта, символ Гео Архонта, неофициальное название, можно найти в местах, связанных с Мораксом. Оно состоит из одного центрального квадратного ромба с квадратными ромбами меньшего размера в каждом углу. Этот символ можно найти в павильоне Юэ Хай, где находится храм Ян, посвященный Мораксу, а также на спине одежды Джун Ли. Значок древкового оружия также содержит символ Гео Архонта. Узел Пан Чанг Эта эмблема напоминает центральную форму узла Пан Чанг и обычно находится над арками владений Ли Юэ, или набито на земле. Эта эмблема, кажется, связана с Ли Юэ в целом, а не только с Мораксом. Ее можно найти на границе и во владениях Харви. Весы Весы иногда ассоциируются с Ли Юэ, чаще всего используются на нажимных пластинах. Тройной бриллиант Тройной ромб, неофициальное название, это дизайнерский мотив, наиболее заметный на эффектах оружия серии Ли Юэ, хотя его также можно увидеть в таких местах, как рукава Синьян. Он состоит из двух меньших бриллиантов, окружающих один большой бриллиант с другой формой, обычно другого бриллианта, в центре большого бриллианта. Экономика Экономика Ли Юэ очень зависит от гавани, она функционирует как порт, куда приходят и уходят корабли за различными товарами. Люди из снежной, такие как Иванович, торгуют в Ли Юэ, а рыбак упомянул, что до запрета сококу он импортировал товары из инозумы в Ли Юэ. Местные деликатесы Ли Юэ, такие как острый перец и шелк, известны и в других странах. Винодельный Рассвет продает свои напитки торговым союзам Ли Юэ и отдельным торговцам, которые затем перепродают их внутри страны или другим странам. Раньше Ли Юэ экспортировала большое количество шелка в инозуму для пошива кимоно, хотя после запрета сококу торговля значительно упала. Ли Юэ также имеет обширную горнодобывающую и кузнечную промышленность. Кузня Чернохорья – это место, где были созданы серия Черногорья и прототип. Помимо создания оружия, кузница также служит шахтой. Разлом, наиболее известная шахта в Ли Юэ, является основным источником работы для большинства горняков. Но после серии загадочных происшествий в шахте Ли Юэ, Цисинь закрыли шахту. Корляпис – полуночный нефрит и кристаллы глазурного песка. Руды – уникальный Ли Юэ. Нация также была единственным создателем Моры из-за Гносиса Морокса. Некоторые из которых хранятся в стране, а остальные отправляются в другие страны. Однако, в конце концов, он отказался от своего сердца бога, но по соглашению с царицей. В процессе он также забыл найти альтернативный план, в результате чего на данный момент новая Амора не распространяется. Мода. Мода в Ли Юэ, кажется, также черпает вдохновение из китайской моды, такой как Чхон Цсам и Хань Фу. Следует отметить, что стили одежды Ли Юэ не основаны на каких-то конкретных династиях, хотя все они вдохновлены китайской культурой. Мужская мода. Вот некоторые примеры мужской моды в Ли Юэ. Также есть и один отличный, отличительный вид этого стиля у Сулинга, в которой нет рубашки под жилетом, а вместо этого он обматывает туловище бинтами. Некоторые рубашки, которые мужчины носят в Ли Юэ, основаны на танчжуане, о чем свидетельствует украшение на передней части рубашки. Женская мода. Девушки в Ли Юэ, как правило, носят короткие платья до колен, напоминающие китайское цепал. Женщины, жившие в гавани Ли Юэ, обычно носят длинные платья с деталями, похожими на цепал. Одежда Мадам Пин, казалось, была вдохновлена Хань Фу. Древним стилем одежды. Это может быть отсылкой к возрасту Мадам Пин. Фестивали и праздники. Обряд Нисхождения. Обряд Нисхождения. Обряд Нисхождения китайского Чи Син Чин Сиан Диан Ди. Церемония приглашения адептов Ци Син. Ежегодное мероприятие, которое проводится в гавани Ли Юэ. Ци Син Ли Юэ приглашает геоархонта Морокса в Царство Смертных, чтобы дать свои божественные предсказания на предстоящий ход, которые Ци Син использует для определения политики и деловых тенденций Ли Юэ. Неизвестно, сколько предсказаний обычно делается в год, но за год до этого, как путешественник и Пайман посетили Ли Юэ, Морокс сделал 17 предсказаний. В отличие от ритуала Разлуки, который используется для поминовения умерших адептов, ритуал Нисхождения кажется открыт для всех людей и является популярной достопримечательностью. Люди Ли Юэ, живущие за границей, также часто совершают поумничество домой, чтобы стать свидетелями обряда Нисхождения. Однако в остальном жизни в гавани Ли Юэ в основном продолжаются и большинство жителей города не посещают мероприятия. Праздник морских фонарей Традиция. Каждый год один павший герой из истории Ли Юэ выбирается в качестве объекта фонаря Мин Сяу во время праздника морских фонарей. Массивного фонаря, построенного из материалов, пожертвованных как горожанами, так и посетителями. История. Первоначально люди начали выпускать фонари, чтобы напоминать солдатам о дороге домой и никогда не терять себя из виду. После окончания войны архонтов это стало способом почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью во время войны. И в конечном итоге превратилось в фестиваль. Праздник морских фонарей совпадает с одним из крупнейших всплесков силы богов, павших в войне архонтов. С которыми Сяу приходится сражаться во время фестиваля. Фонарь Мин Сяу. Это массивный фонарь, построенный жителями и посетителями Ли Юэ. Его размер зависит от самого самого большого куска Плауста Рита, найденного в прошлом году. А его дизайн основан на форме одного из адептов, который погиб, защищая Ли Юэ. Интересные факты. После окончания праздника морских фонарей, некоторым членам Милли Лит поручено путешествовать по Ли Юэ и собирать фонари, выпущенные во время фестиваля. Чтобы они не превратились в мусор. Это событие больше всего напоминает празднование Китайского Нового Года. Он также происходит во время Китайского Нового Года в феврале. Фестиваль Лунной Охоты История В древности жители Ли Юэ отдавали дань Богу Печи Мархозиусу, который научил жителей ассамблеи Гуй Ли разводить огонь и, в свою очередь, готовить еду. Считается, что эта сезонная практика, которую дед Кецин назвал фестивалем Бога Печи, была предшественницей фестиваля Лунной Охоты. Фестиваль Лунная Охота празднует приход осени при лунном свете и считается, что это время года, когда адепты искали путь тысячи лет назад. Лунная Охота изначально была ритуалом, который соблюдали только адепты. Однако он породил различные фестивали, устраиваемые обычно людьми, стремящимися подражать им. Эти фестивали, в том числе фестиваль Бога Печи, позже будет объединен Рекс Лаписом под имением Лунная Охота, чтобы почтить и увековечить память Мархозиуса, который пожертвовал всей своей божественной силой, чтобы защитить гавань Ли-юэ от бедствий и эпидемий. В наше время фестиваль Лунная Охота считается временем, когда жители Ли-юэ воссоединяются с друзьями и семьей, устраивают пиры и развлекаются. Каждый год Ли-юэ выбирает тему для Лунной Охоты. Самым последним из них был праздник щедрой земли, который совпал с конкурсом Мастерство Поваров этого года. Традиции Мастерство Поваров – это ежегодный кулинарный конкурс, который проводится во время фестиваля Лунная Охота. Он организован для Ли-юэ Цисин. Языки В Ли-юэ одновременно используются несколько разных языков. Наряду с общим языком в Ли-юэ можно найти местный язык, напоминающий китайскую печать. Например, знаки и даже анимацию некоторых навыков персонажей. Политика Ли-юэ управляется Цисин Ли-юэ. Группа из семи влиятельных бизнесменов, которые интерпретируют и диктуют правила, установленные Рекс Ляписом. Каждый из этих семи членов работает в своем подразделении, чтобы укрепить страну. Воля Небес – Нин Гуан, занимается юриспруденцией. А нефритовое равновесие – Кэ Цин, занимается землеустройством, трудоустройством, строительством и недвижимостью. Военное дело Военная сила Цисин – Мелелиты, которые также служат миротворцами. В основном их можно увидеть, защищая важные места, а также небольшие аванпосты, установленные на некоторых дорогах для защиты людей от монстров и преступников. Их любимое оружие – древковое оружие. Ли-юэ также находится под защитой различных адептов, подписавших контракт с Мораксом на защиту наций от злонамеренных сил. В настоящее время известно семь адептов, которые продолжают это дело. Сяо, Ган Юй, Мадам Пин, Отец Ян Фэй, Хранитель Облаков, Рес Чик Лун и Создатель Гор. Сяо играет более активную роль в уничтожении демонов, как единственный оставшийся Якша. Ган Юй и Пин проживают в гавне Ли-юэ. Первая помогает Ли-юэ, Цисин, а вторая проводит время на террасе Юн Цзинь. Отец Ян Фэй ушел до текущих событий игры в путешествие со своей женой. Последние трое в основном остаются в своих жилищах в заоблачном пределе. После событий, произошедших после того, как Моракс ушел с поста Геоархонта, адепты позволили людям управлять самостоятельно, но вмешаются, чтобы защитить нацию, если они не в состоянии сделать это сами. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Поставь лайк этому видео и посмотри другие видео на моем канале. Если тебе интересны стримы, в описании моего канала или в описании видео есть ссылка на мой твич. Я там стримлю каждый день. Если хочешь мне помочь развивать мой канал на твиче, подпишись тоже, пожалуйста. У меня также есть видео по истории Манштадта и его культуре. Ссылки будут в описании видео. Большое спасибо. Еще раз. Увидимся в других моих видео. Продолжение следует...